Всем привет. Кайкаура, город на восточном побережье южного острова Новой Зеландии. Он расположен в 180 километрах к северу от Крайс-Чорча по государственному шоссе 1Н. Город Кайкаура первым из тауншипов получил сертификат экологического туризма «Зеленый глобус». По данным переписи N2006 года, постоянное население города составляло 2172 человека, что на 3,3% больше, чем в 2001 году. Город является административным центром округа Кайкаура региона Кентербери. Округ занимает площадь в 2046,41 километра. И по данным переписи 2006 года в нем проживал 3621 человек. Полуостров Кайкаура-Н выступает в море к югу от города. Вблизи города находится глубоководная океаническая впадина Хикуранги-Эн, проходящая у самого берега, создающая благоприятную среду для размножения планктона. Планктон выносится на поверхность восходящими океаническими течения, что является одной из причин местного изобилия морских обитателей. Кай. Город обязан своим происхождением этому эффекту, так как он развивался как центр китобойного промысла. В переводе с языка Маури Кайкаура означает «еда из лангустов». Кай. Еда. Пища. Каура. Лангуст. И это название отражает значение моря в жизни региона. Добыча морепродуктов играет важную роль в экономике города. Кайкаура стала популярной среди туристов, в основном в связи с тем, что здесь можно наблюдать китов и поплавать с дельфинами. Кроме того, на восточной окраине города расположена большая колония новозеландских морских котиков. Лучше всего наблюдать за ними во время отлива, когда обнажаются прибрежные скалы и к колонии можно подойти поближе. Кайкаура считается одним из лучших мест, где в естественной среде обитания можно увидеть таких морских птиц, как альбатросы и буревестники, в том числе редкого буревестника Хаттана, который гнездится высоко в горах над Кайкаурой. Обществом береговой охраны Англ Кайкаура Косталма Ингардианс был разработан стратегический план по сохранению и развитию прибрежной полосы Кайкаура. Кайкаура расположена в живописном месте. Горный хребет Кайкаура, являющийся частью Южных Альп, подходит здесь к побережью океана. Соответственно, здесь открыто множество пеших прогулочных маршрутов. Большой популярностью среди туристов пользуется маршрут, который поднимается на гору Файв, с вершины которой открывается панорамный вид на полуостров Кайкаура. Дом семьи Файв, под защитой фонда по охране исторических мест Новой Зеландии. Гора Файв получила свое название по фамилии семьи Файв, Англ, Файв, первых европейских поселенцев в Кайкауре. Коттедж, в котором они жили, построенный в 1842 году, все еще находится на своем месте и привлекает туристов. Коттедж необычен и тем, что при его строительстве для фундамента был использован китовый уз. Город расположен на государственном шоссе 1Н. Через Кайкауру проходит северный участок главной железнодорожной магистрали Южного острова Н. В шести километрах к югу от центра города есть небольшой аэродром. В основном он используется для экскурсионных полетов по наблюдению за китами Вингсовер Вейлз и местным аэроклубом Эр-Кайкаура. Аэродром может использоваться небольшими частными самолетами. Дважды в неделю на обратном пути в Веллингтон здесь садятся самолеты компании Саунсейр. Через Кайкауру проходит главная северная линия, северная секция главной железнодорожной магистрали Южного острова Н. В связи с тем, что к северу и к югу от поселка местность являются гористы, железная дорога была открыта здесь 15 декабря 1945 года, на 18 лет позже намеченного срока. В Кайкауре останавливается пассажирский поезд Тренскостал, на котором можно доехать до Крайсчорча на юге Эпиктона на севере. Там же ходит паром через пролив Кука. Станция Кайкаура была последней станцией с буфетом в Новой Зеландии, который был закрыт в 1988 году после того, как в поезде Костал-Пасифик, бывшее название Тренскостал, стали предлагать напитки и закуски для пассажиров. Через город проходят грузовые поезда, в основном перевозящие грузы между сортировочной станцией Мидлтон в Крайсчорча и железнодорожными паромами Интерес-Ландер-Энн в Пиктоне. Развлечения и отдых На улице Эспланад расположен кинотеатр Мэйфер, открытый в 1935 году, в котором действует кинопроектор с дуговой лампой. Действующим мэром города является Крейг Макл, избранный в 2019 году. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения и удачи.